План сионистов План содержит описание апокалипсиса или третьей мировой войны, которая приведет к созданию мирового правительства. Этот лидер называется антихристом. План сионистов Библия похожа на сценарий боевика, но со сказочным концом. План сионистов создать войну, которая истощит и уничтожит людей через специально созданные смертельные вирусы, глобальный террор, экономические кризисы и ядерные войны. Эти катастрофы должны случиться между сегодняшним моментом и 2014 годом, когда оставшиеся в живых будут рады поверить обещаниям харизматичного нового лидера, который расскажет о своем плане вечного мира. Он скажет, что единственный путь достижения мира – это убрать пять причин войн. Тайно он знает, что есть только одна причина войн. Войны создаются его королевскими предками, которые планируют, провоцируют и богатеют на войнах. Он будет объяснять, что войны из-за границ могут быть окончены только когда не будет никаких границ. Религиозные войны могут быть окончены только когда будет единая религия. Экономические войны могут быть окончены только созданием безденежного, бездолгового общества. Войны между правителями могут быть окончены только созданием только одного правителя. Оружие, начиная с ручных винтовок, заканчивая ядерными бомбами, будет уничтожено. И будет создана единая армия, которая будет гарантировать мир. Как этот план будет осуществлен? Через Организацию Объединенных Наций, которая является филиалом 300 правящих семей мира. ООН – это их инструмент для мирового правительства и расположен на 18 акрах лучшей Манхэттенской земли, подаренной наиболее видимым из правящих семей Рокфеллерами. ООН – это закрытая организация без публичных записей и открытых заседаний. Американские налогоплательщики уже заплатили 2 триллиона долларов на эту организацию. Хотя большинство людей, которые работают в ООН, действительно работают ради мира, в реальности ООН контролируется Комитетом 300. Эти пережившиеся правящие семьи считаются обладателями голубой королевской крови. Но их кровь не более голубая или королевская, чем кровь известного убийцы Ганнибала Электра. Некоторые люди считают эти семьи злодеев демонами, инопланетянами или рептилиями. На протяжении тысяч лет эти семьи практиковали инцест между сестрами и братьями, дядями и племянниками, матерями и сыновьями, чтобы сохранить власть и деньги внутри семьи. Эта практика инцеста на протяжении тысяч лет создала умных, но патологический вид несознательных социопатических семей, кто не остановится ни перед чем, чтобы завладеть каждой умцией золота, каждой каплей воды и каждым куском травы на планете Земля. Организация Объединенных Наций, которую они создали, четко заявила о своих целях установления нового мирового порядка, единой мировой армии и глобальной системы налогов. Муж королевы Принц Филипп и Ивелин Ротшильд уже организовали подписание соглашений между религиозными конфессиями о создании единой мировой религии. Какой будет жизнь в этой мировой империи с единой религией и единой армией? С единой экономикой, с едиными средствами массовой информации, судом, правительством и единым диктатором? Публика не знает, что коммунистический манифест Маркса и Конституция СССР включены в устав ООН. И новый мировой порядок – это будет коммунистический порядок. «Мир на Земле будет принудительным, и граждане не будут иметь никаких прав. Не будет права заводить детей без разрешения, не будет права путешествовать, нет права на частную собственность, на частную жизнь, нет права владеть оружием, нет права протестовать, нет права получать наследство, нет права выбирать образование, работу и место проживания. И более того, нет права на жизнь». Право на жизнь будет основываться на персональном рейтинге полезности человека для королевской элиты. В этом мире без наций и границ граждане будут полностью обезоружены и не смогут протестовать, бороться или призывать к ответу это мировое правительство, кто будет их контролировать духовно, экономически и военной силой. Каждый человек получит электронную татуировку и станет полностью зависеть от этого мирового правительства в самых базовых потребностях. В один момент массам скажут встать на колени и молиться на нового диктатора, кто будет править всем миром с его трона в Израиле. Главный вопрос – это кто этот харизматический лидер, которого мир примет в качестве своего нового правителя? И таким образом будет принят христианами. И некоторые даже будут его считать спасителем и мессией. Как потомок Христа и защитник мировой религии, он будет также принят буддистами, индуистами и востоком, где Иисус Христос жил и изучал восточные философии. Поскольку он потомок колен Израиля, он также будет принят евреями и иудеями. Женившись на мусульманской женщине, он получит признание мусульманского мира. Он также будет принят мировым масонством и секретными обществами, потому что он является их членом. Подражая Иисусу, Антихрист должен войти в конце времен через эти золотые ворота. Еще со времен турецкого владычества они стоят замурованные мусульманами. На рекламной кассете Института по восстановлению храма знаменательный кадр. Рука держит золотую корону на фоне мечети Амара. Эта корона первосвященника – главный экспонат. Но кто же станет первосвященником, ведь преемственность давно утрачена. По логике иудеев, восстановить первосвященство может только событие выдающееся, экстраординарное. Какое? Конечно, явление Машааха, иудейского мессии. В книге «Еврейская Тора» и «Православные миссионеры» читаем, произойдет собирание рассеянных, и евреи вернутся в страну Израиля. Все эти события побудят другие народы признать Бога Израиля и его учения, заключенные в Торе. Поэтому Машаах станет царем не только над евреями, но и в некотором роде правителем всех наций. В эпоху Машааха все люди объединятся в единое общество. Именно здесь – истоки идеи объединения наций и мирового правительства. Начиналось все с Лиги наций. В немецкоязычной еврейской энциклопедии сказано, Лига наций, созданная на мирной конференции в 1919-1920 годах, соответствует древним еврейским устремлениям, и поэтому стоит в определенной духовной связи с учениями и воззрениями евреев. А потом были и ООН, и ЮНЕСКО, и Бильдербергский клуб. Руководящий аппарат для Машааха почти готов. В интервью американскому журналу «Лук» бывший премьер-министр Израиля Бен Гурион предсказывал в недалеком будущем создание единой системы управления миром, руководимой из Израиля. Континенты объединятся во Всемирный Союз, в чьем распоряжении окажутся единые полицейские силы. Все национальные армии упразднятся, и войн больше не будет. В Иерусалиме по-настоящему объединенные нации возведут храм. Лукавый лозунг Антихриста «Миру мир» заставляет вспомнить слова апостола. О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить «Мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба. Все сказанное вновь должно заставить русских людей задуматься об апокалиптической подоплеке современной политики и идеологии. Еврейский мессия воссядет в Третьем храме, узурпировав и светскую, и мистическую власть. То есть он станет и царем, и первосвященником. Кому же тогда вручат увиденные нами знаки духовной власти? Да, корона готова. И это корона для Антихриста. Русские люди, не обознайтесь, когда он придет в мир. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...